Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import. Вы смотрите первое видео авторынок, а сегодня в обзоре. Путал Kia Rio с гоночным болидом не более оригинальным, чем дизайн булки хлеба. Во всяком случае, здесь не возникает ощущения давления на голову. Вполне реально убить, если поставить перед собой подобную задачу. Три человека сядут и т.д. Герой нашего сегодняшнего обзора это, в общем-то, довольно обычный примелькавшийся автомобиль, чей дизайн является не более оригинальным, чем дизайн булки хлеба. К этим машинам мы уже давным-давно привыкли, но как-то так получилось, что за последние несколько лет мы так ни разу и не поймали достойный экземпляр Kia Rio для наших обзоров. Автомобиль популярный, и если вы смотрите для себя левый руль на автомате, скорее всего, такую машину вы точно будете рассматривать для покупки. Поэтому встречайте Kia Rio 3-я генерация кузов QB. В случае с третьим поколением Kia Rio может сложиться ошибочное впечатление, что эти автомобили существовали всегда. Но это не так. Первые автомобили начали съезжать с конвейера в 2011 году. Машина выпускалась 6 лет, до 2017. При этом на 2015 год пришелся рестайлинг, в ходе которого модель чуть-чуть косметически обновили. На российском рынке эти автомобили предлагали с одним из двух вариантов бензиновых моторов. 1,4 на 107 лошадиных сил, либо 1,6 на 123 лошадиные силы. Коробки передач, классические автоматы, либо механики, привод сугубо на переднюю ось. Наш сегодняшний экземпляр 2015 года. Мотор 1,6, 123 лошади и автоматическое КПП. Родной пробег этого автомобиля, кстати, всего 50 тысяч километров. Габаритные размеры кузова седана. Длина автомобиля 4 метра 37 сантиметров. Ширина 1 метр 70, а высота 1 метр 47. Колесная база составляет 2 метра 57 сантиметров. Радиус разворота 5,2. Это немного. Наряженная масса 1140 килограмм, а максимально разрешенная 1560. Толщина лакократочного покрытия у третьей генерации Kia Rio стандартная для большинства корейских авто. Разброс показаний от 80 до 110-130 микрон. Кстати, эти автомобили собирались по полному циклу у нас в стране. Каталожный объем багажника седана 500 литров. Крышку можно открыть либо из салона, либо с ключа. На самой крышке багажника клавиши открывания нет. Ширина проема багажника по его средней части 1 метр ровно. Высота от фальшпола до задней полки 58 сантиметров. Ширина в наиболее узкой части 1 метр ровно. Как и длина по полу 100 сантиметров. Если же коробка с грузом будет относительно узкая, но длинная, вы можете положить ее поперек в широкой части багажника 1 метр 40. Спинка заднего сидения здесь складывается в пропорции 2 трети к 1 трети для перевозки длинных грузов. В этом случае расстояние до передних кресел составит 1 метр 70. Ну а максимально длинный груз форм-фактора плинтус или длинная рейка, которую можно перевести здесь, уперев его в переднюю панель, это 2 метра 60 сантиметров. Что касается дополнительных удобств по багажнику, здесь практически не о чем говорить. Штатный инструмент спрятан в отдельный бокс. Есть своего рода ремешок с левой стороны в нише для крепления там какой-то поклажи. Но под фальшполом скрывается полноразмерная запаска на штампованном диске. Интерьер Рио третьей генерации выглядит гораздо изысканнее, чем салон предыдущего второго поколения, но только внешне. В плане качества материалов здесь все очень жесткое. Это касается и самой передней панели, и дверных карт, и подлокотников в какой-то степени тоже. У всех российских Рио был только тканевый интерьер, довольно, впрочем, износостойкий. Сидение, это касается передних кресел, довольно плоские, боковая поддержка присутствует на спинке и лишь номинально. Руль эргономичной формы в данной комплектации, он имеет кожаную отделку, не скользкий и хорошо сидит в руках. Плюс он оснащен подогревом. Что касается удобства посадки за рулем, при росте 1,86 м, здесь удается подобрать нормальную посадку. Рулевая колонка регулируется как по вылету, так и по наклону, причем в довольно большом диапазоне. А максимально отодвинутое назад водительское кресло выглядит примерно так. И в этом случае можно спокойно вытягивать ногу, выпрямляя ее в колени. При этом я не могу дотянуться носком до моторного щита. То есть запас под боли рослого человека здесь есть. Водительское сидение имеет регулировку высоты, а спинка на этих автомобилях, в отличие от AX35 Sportage, имеет нормальную человеческую удобную регулировку. Что касается запаса пространства, вокруг его не так много. Это касается в том числе и запаса места над головой. В любой из комплектаций салон третьего Рио не будет перегружен клавишами. Стандартный блок стеклоподъемников на дверной карте водительское стекло имеет авторежим вверх и вниз. Здесь же центральный замок и управление боковыми зеркалами. Слева от рулевого колеса корректор фар, большие клавиши подогрева руля и зоны дворников. На самом рулевом колесе управление магнитолой и клавиши сброса показаний суточного одометра. Подрулевые переключатели на своих местах тянуться к ним не нужно, восторгов они не вызывают, но и нареканий тоже. Они просто работают. Комбинация приборов. Здесь это три отдельных колодца. Большой спидометр занимает центральное положение. Вопросов к оцифровке или выбору подсветки здесь нет. Все удобно и читаемо. Электронщины минимум. Разве что монохромный одометр. Указателя температуры на панели нет. Зато есть огромная шкала указателя уровня топлива. Чтобы вы точно не забыли, когда надо заправиться. Благодарить соседей по потоку на Kia Rio 3. Легко и приятно. Клавиша большая и расположена в эталонной видимости. Здесь стандартная магнитола с поддержкой MP3. Ничего особо примечательного она собой не представляет. Ниже панель климата. В данном случае это обычный кондиционер на трехповоротных рукоятках. Пользоваться которыми удобно и можно делать это не отвлекаясь от дороги. Если бы здесь был климат-контроль, то он имел бы такую же красную подсветку, как и магнитола. Клавиши у климатики 3-го Rio крупные и пользоваться им в целом удобно. Еще ниже располагаются две 12-вольтовых розетки, в одной из которых находится прикуриватель, USB-разъем и AUX для штатной мультимедийной системы. Селектор коробки передач здесь классический. У него прямая прорезь, есть кнопка блокировки и отдельная секция для ручного режима смены передач. Такой селектор полагается 6-ступенчатой автоматической КПП. Если бы здесь стояла 4-ступка, то нас ожидал бы селектор типа змейка, уже без кнопки блокировки. За ним располагаются клавиши включения подогрева в сиденье и обычный механический ручник. Никакого центрального подлокотника в этом автомобиле нет. Вместо него мы наблюдаем пепельницу, которую можно вытащить и вытряхнуть довольно удобно. Также здесь два подстаканника, маленький кармашек непонятного назначения рядом со стояночным тормозом, а также небольшая полочка в передней части, где есть углубление, собственно, под пепельницу. Если необходимость воспользоваться ей возникнет. Никакого футляра для очков на потолке нет, а штатный бардачок довольно небольшой по объему. Но бумаги формата А4 сюда войдут. Правда, для этого придется, скорее всего, сложить их вдвое. Что касается обзорности, здесь вопросов по минимуму низкая линия бокового остекления, также относительно низкая линия приборной панели. Единственное, стойки широковаты, но это дань пассивной безопасности всех современных автомобилях. Во всяком случае, здесь не возникает ощущения давления на голову, как на Volkswagen Polo. Боковые зеркала здесь можно было бы сделать и крупнее, либо добавить зону с преломлением, чтобы было спокойнее перестраиваться в потоке. А теперь давайте посмотрим, как обстоят дела с местом сзади. Что касается пространства сзади, я сейчас сижу сам за собой. При этом, у меня есть куда девать ступни. Пространство под передним сидением здесь достаточно. Нет тоннеля на полу. Ничего не будет мешать размещению третьего пассажира посредине. Но вот короткая колесная база в 2,57 предопределяет отсутствие места для коленей. В данном случае я упираюсь коленками в спинку сидения. Правда, здесь она мягкая. Заднее сидение полностью плоское. Это касается и спинки, и подушки. Три человека сядут, если не будут слишком широкоплечими. Также производитель предусмотрел здесь крепление типа Isofix для детского сидения. Но никаких подлокотников, увы, здесь нет. Кроме жестких и пластмассовых на дверных картах. Внизу дверной карты, кстати, здесь есть кармашек. Он небольшой, предназначен для размещения бутылки, либо банки с напитком. А на спинке переднего пассажира имеется карман в обивке сидения, куда можно затолкать что-то плоское. Например, журнал, карту и т.д. Запас пространства над головой здесь худо-бедно имеется с поправкой на вертикальную посадку. В целом, ожидать суперкомфорта от заднего ряда бюджетного седана не приходилось. Так что можно констатировать, что ехать здесь на дальние расстояния будет приемлемо. Не более того. Что касается моторов под капотом российских Rio, стояли два двигателя. Оба бензиновых G4FA и G4FC. По сути дела, эти двигатели отличаются между собой в основном только рабочим объемом. 1,4 литра и 107 лошадиных сил, либо 1,6 и 123 лошадиные силы. По конфигурации это алюминиевые рядные четверки. У них цепной привод газораспределительного механизма, есть возвращатель на впуске, отсутствуют гидрокомпенсаторы, а впрыск топлива, по крайней мере, в российских спецификациях обычно распределенный. После модернизации в 2009 году эта серия моторов к моменту, когда попала на Kia Rio третьего поколения, обзавелась кат-коллектором. Каталитический нейтрализатор располагается очень близко к головке блока цилиндров. И, соответственно, в случае разрушения каталика вследствие, например, долгой езды с неисправными катушками зажигания, есть шанс, что абразив из катализатора попадет внутрь цилиндров, что приведет, в свою очередь, к появлению задиров. В остальном можно констатировать, что эти моторы достаточно надежно и спокойно выхаживают 300 и более тысяч километров пробега, если нормально их обслуживать. Например, менять масло не реже, чем раз в 7 тысяч километров, и использовать нормальное топливо. Если они и докучают своим владельцам, то в основном мелочами, такими как выход из строя катушки зажигания или, например, натяжителя приводного ремня. Да, и ресурс цепи ГРМ здесь далеко не беспредельный. Как правило, она выхаживает около 200 тысяч километров пробега, а потом может требоваться замена. На этих автомобилях было два варианта механических коробок передач на 5 и 6 ступеней. В целом, коробки довольно надежны, особенно с моторами 1.4, но только у спокойных водителей. Если автомобилем управлял гонщик, который часто путал Kia Rio с гоночным болидом, ресурс коробки будет сильно меньше заявленного. Похожая картина и с автоматическими КПП. У спокойных водителей они живут очень долго. Четырехступенчатый автомат, который ставился на версии с 1.4 и носил маркировку А4 CF1, вообще крайне надежен сам по себе. Интервал замены рабочей жидкости 60 тысяч километров пробега. Не перегревайте коробку и избегайте ударных нагрузок. При условии регулярного обслуживания вы точно избежите проблем с соленоидами в гидроблоке, а это и есть, собственно, основная хиллесовая пита старого четырехступенчатого автомата. У более современной шестиступенчатой коробки А6 GF1 есть небольшая проблема, связанная с недостаточной, скажем так, прочностью самого дифференциала, который вполне реально убить, если поставить перед собой подобную. Задачу. Да и масло в ней надо менять почаще, раз в 50 тысяч километров пробега. Теперь по подвеске. Подвеска у Киарео третьей генерации по-прежнему проще некуда. Передняя подвеска здесь типа Макферсон шаровые опоры изначально, по задумке конструкторов, меняются вместе с передними рычагами. Доступ к креплениям переднего стабилизатора сверху на подрамнике здесь затруднен, и поменять втулки можно будет только демонтировав сам подрамник. Рулевая рейка у Рио этого поколения гидравлическая, поэтому проверяйте не только стук и течи, но и один характерный дефект, при котором руль в одну сторону на автомобиле вращается легче, а в другую тяжелее. Если вы заметили подобное, смело торгуйтесь как минимум на стоимость замены рейки. Что касается антикоррозийной обработки, то лишены ее здесь, пожалуй, только лонжероны в передней части кузова, а вот днище здесь обработано и достаточно плотно, причем сделано это еще на заводе. В задней части автомобиля мы видим топливный бак, здесь он стальной, обработан антикоррозовом завода, объем 43 литра. Задняя подвеска примитивная, здесь обычная балка, два сайлинг-блока и втулки на амортизаторах, выходить из строя фактически нечему. Сзади амортизаторы пружины стоят отдельно друг от друга, тормоза в круг дисковые, стояночный тормоз воздействует на основные рабочие суппорта. В задней части кузова также видны следы антикоррозийной заводской обработки с некоторыми, правда, проплешинами. Но в целом для автомобиля 2015 года этот седан не производит впечатления ржавого. На этом наш обзор подошел к концу. Напоминаем, сегодня мы рассказывали про Kia Rio 3-й генерации в кузове QB. Машина с мотором 1.6, 123 л.с., 6-ступенчатые автоматы, 50 тысяч родного пробега. Если у вас был такой автомобиль и вам есть чем с нами поделиться, особенно если у вас был опыт эксплуатации таких автомобилей в такси и машина намотала космический пробег без каких-либо проблем, все это дело отразите в комментариях. Если обзор понравился, оказался полезен, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Спасибо за просмотр, до новых встреч, пока! Субтитры подогнал «Симон»